Всем привет! Сегодня 12 марта, Московская область. И сегодня я буду пересаживать растения по отдельным стаканам. Это колокольчик саманта, смесь. Высевала 5 февраля и 19 февраля они уже хорошо и дружно взошли. Схожесть прекрасная, потому что семена домашние. Покупала я их у цветочницы. Растения хорошо выглядят, имеют уже по одному по два настоящих листочка и пора их рассаживать. Также 5 февраля я высевала мшанку. Семена профессиональные, тоже очень хорошо и дружно они взошли. Мшанка начала всходить на четвертый день от посева. Замечательная всхожесть. Тоже пора уже пересаживать, чтобы нарастали хорошие, красивые, плотные куртинки. Приготовила емкость, куда буду рассаживать. Это пол-литровые стаканы. Сразу беру большой объем, чтобы 5 раз не рассаживать их. Ободок я у стаканов не срезаю, потому что это стаканы не одноразовые. Я их буду мыть и на следующий год я их буду использовать. Почва-смесь своя. Я ее готовлю с осени. Есть на канале видео, я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите. Также набиваю стаканы заранее, минимум за неделю. И землю я проливаю лирином, чтобы избежать черной ножки или каких-либо гнили. Земля уже, конечно, подсохла. Но в мокрую землю я и не пикирую, и не рассаживаю растения. Начну я с колокольчика. У колокольчика семена пыльные, мелкопыльные. И в который раз я убеждаюсь, что все-таки посеять мелкопыльные семена в хорошую торфяную таблетку, это очень удобно, как минимум. Обязательно снимаю вот эту пленочку. Но не пленочку, это кожух этот. Я даже не знаю, как это назвать. Вот так они выглядят. Я буду стараться рассаживать по несколько росточков. Где-то будет 4, может быть даже и 5. Вот буквально сейчас сфокусируется. Вот по такой куртиночке. Здесь, наверное, 4 растения. Стараться буду. По одному я не буду рассаживать. Вот они даже все поперепутались. Вот здесь буквально тоже 4 штук. Нет, здесь, наверное, 5 у меня. Уже такие хорошие корешки. И можно было бы, конечно, это чуть раньше сделать, потому что растения уже между собой путаются. Ну вот так. Одна таблетка у меня получилась на 4 куртинки. Я их соединяю между собой. Что-то здесь, конечно, погибнет. Вот так. Придавливаю, делаю посадочную ямку и высаживаю. Колокольчик я рассадила. Из 4 таблеток у меня получилось 14 стаканов. Этого мне будет достаточно. Теперь с помощью груши я слегка поливаю возле растения, чтобы корни соприкоснулись с землей, не было воздушного пространства. Все этого будет достаточно. И теперь слегка еще с распылителя. Здесь вода. Создам влажность. Ну, конечно же, я эти растения сразу под лампы ставить не буду. Они у меня постоят и уже тогда под лампу. Ну и чтобы рассадить пшанку шаловидную, я также буду использовать пол-литровые стаканы. И уже из этих стаканов все эти растения я буду высаживать в цветник. И с помощью чайной ложки я подхватываю растения пучком. Вот если бы я вот эти пыльные семена, у мышанки тоже очень мелкие семена, если бы я высаживала, высевала в таблетки, конечно, мне было бы намного удобнее это делать. Чуть-чуть фиксирую, вот так, чтобы растения не упали. И вот таким пучком высаживаю. Слегка приминаю, чтобы зафиксировать. Сейчас поближе покажу. Вот такой пучок получается. Здесь нужно подправить. Все. И он уже будет разрастаться вот такой большой куртинкой. Пшанку шаловидную называют еще ирландским мух. У меня просто есть одна задумка. Пшанка как раз и подойдет для этого. Я уже который раз себе говорю, что все-таки пыльные семена нужно высевать в таблетки. Это очень удобно. Пшанку я пересадила. Получилось у меня 12 стаканов. Тоже мне этого будет достаточно. При пересадке, что мшанки, что колокольчиков, вот сейчас, да, я слегка заглубляла, чтобы растения зафиксировались в земле и не падали. Точно так же проливаю слегка. Этого будет достаточно. Затем так же создаю влажность. И потом уже чуть попозже поставлю под лампу. Вот и все. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok